Братья и сестры, мир вам! Сегодня прекрасный торжественный день. Мы собрались для того, чтобы прославить прежде всего нашего Господа Иисуса Христа, воздать Ему славу и честь, потому что за все, что окружает нас со всех сторон, Он только и Он достойный чести и славы. Он даровал нам день сей прекрасный, Он даровал на этой земле церковь, в которой мы ходим, и которая сегодня будет иметь особое служение, это благословение на служение новоизбранных служителей, которых церковь подтвердила, благословила, благословили вы, братья и сестры. Сегодня мы вместе будем стоять на завершенном таком этапе благословения на рукоположение их в служение. Но прежде всего, слава нашему Господу! Поэтому я приглашаю подняться всех на ноги, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если мы свое сердце отдаем ему, он приходит и не просто поселяется, а оживляет. Давайте мы сейчас помолимся, призовем его имя на это служение. Господа, благослови земля, все народы племена, все, что дышит, все ему мое, добрый век полу доставь. Господа, благослови его душа, за его небо и без конца, в милости его полна вся земля. Господа, благослови его душа, за его небо и без конца, в милости его полна вся земля. Господа, благослови его душа, за его небо и без конца, в милости его полна вся земля. Он превыше всех земных плоды И в премудрости гряди Господа, благослови его душа За его победами без конца И на сне его полна вся земля За его душа моя Господа, благослови его душа За его победами без конца И на сне его полна вся земля За его душа моя Ангелы на высаде небес Славят Господа чудес И на сне его полна вся земля Славят Господа, благослови его душа За его победами без конца И на сне его полна вся земля Славят Господа, благослови его душа За его победами без конца И на сне его полна вся земля Славят Господа, благослови его душа Аминь, братья и сестры Господь сегодня среди нас Мы желаем, чтобы было устройство В организационных вопросах Чтобы было все хорошо, друзья, прекрасно Звучало все хорошо Но больше всего, я думаю, мы желаем, чтобы Сегодня Дух Святой коснулся нас И среди этих священно действий Которые мы будем видеть, друзья Чтобы нам увидеть, как Бог благословляет Поместную церковь И Бог наделяет дарами Бог избирает людей Диакона, это обычные слухи Служители, друзья Церковь должна радоваться Больше слух в народе Божьем Которые изъявили желание Не отреклись, чтобы служить Чтобы устроять дело Господне Чтобы быть полезными для Царства Божьего Будем искать Господа Будем молиться, просить благословения Ибо вовек милость его Будем славословить его Аминь Слава Тебе, Господь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. И подогнали Симон. Субтитры 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 подогнали Симон. А если бы для церкви дать еще то, а если того не будет, то церковь не будет. Друзья, экономика церковь не разрушает. Если смотреть на историю вообще развития церкви в Америке благословенной, то хочу сказать вот по истории в период рецессии, молодые люди знают, которые изучают историю Америки, как раз в период 10 лет практически 50-ническое объединение Ассамблеи Божьей увеличилось в два раза. То есть умножилось в два раза за период, когда экономика Америки очень переживала большие проблемы. Люди имели жажду к Богу, люди шли к Богу. Поэтому экономика не разрушает церковь. Но Писание говорит, что когда церковь устрояется, я очень рад, что у вас церковь благословенная, вы имеете, Бог заботится о вас через ваших служителей, вы имеете помещение, хоры, устройство. Но вместе с ростом церкви растут и угрозы для церкви. И эти угрозы происходят изнутри. Когда апостольская церковь, иерусалимская церковь начала умножаться, начались нарекания. Вы встречались с нареканиями или нет? У вас, слава Богу, в Эверете такого нет, правда? И вот для того, чтобы предотвратить церковь, ничто так не разрушает церковь, как внутреннее. Церковь разрушается изнутри. И забота, Божья забота о том, чтобы сохранить церковь. Самые большие угрозы для церкви, как раз они идут изнутри. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, «О, если бы удалены были возмущающие вас, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к ухуждению плоти, но любовью служите друг другу. Если же друг друга угрызаете и съедаете, то написано что? Берегитесь, чтобы не были истреблены друг другу. И свне церковь не уничтожается. Церковь уничтожается изнутри, когда нарекания, съедания друг друга и так дальше. То для этого ставятся диаконы. Как раз и апостолы, собрав церковь, избрали диаконов, чтобы предотвратить церковь от разрушения изнутри. Поэтому, братья и сестры, хочу сказать, что братья, которые избираются на служение, они не только избираются, чтобы чашу разносить, чтобы хлеб разносить, но для того, чтобы работать душепопечительству, работать с людьми, смотреть, если у людей возникает нарекание, недопонимание какое-то. Потому что как раз для этого избираются диаконы, чтобы сохранить церковь от этого. И когда мы смотрим Писание, то церковь вообще, она избирает служителей столько, сколько необходимо для каждой церкви. Мы не можем ориентироваться, ага, в одной церкви столько, и вам нужно столько. Вы смотрите, в каждой церкви, она есть особенная церковь. И поэтому служители, пасторы церкви, они пекутся, они рассматривают, они изучают. И пусть Господь поможет, чтобы служение ваше, братья, оно было как раз помощь. Помощь, помощь для пресвитеров, для пасторей церкви. Кого избирают на служение, или кто может быть служителем? Вообще в каждой сфере, которую мы встречаем в нашей жизни, люди нуждаются в хороших специалистах. Правда? Братья и сестры, так, аминь, это не грех сказать, слава Богу сказать, не грех церкви. Аминь. Ну я приехал в Америку и купил машину с акшеном, мне один хороший брат сделал. И я 11 раз за полгода менял полуось. Я уже не смотрел, как полуось менять вот у Додж Плеймус. И хороший брат, кажется, но слесарь, извините меня, ну никакой. Братья, везде нужен специалист. И диаконы нужны специалисты. И Писание говорит, когда избирались вот диаконы, то, смотрите, есть определенные критерии. Критерии в медицине есть. Не все люди могут работать в медицине. Вы это знаете или нет? Поверьте, не скажу вам, кто приходит молиться за больного. И смотрю, мой брат уже, надо спасать не того больного, а человека, который пришел молиться, он не переносит медицины. Есть люди, которые не могут работать на высоте. И у них было окружение. Так же и диаконами они все могут работать, потому что ты дай ему немножко власти. И у него было окружение. Уже этот Пресвитер не знает, как его поймать в церкви. Уже все, уже его понесло. Друзья мои, есть критерии. Библия говорит, что вот третий стих. И так, братья, выберите из среды себя людей изведанных, то есть испытанных. Людей, которых исполнены Святого Духа и мудрости. И мы на этом остановимся немножко. Вот на самом люди, исполненные Святого Духа. Я хочу сказать для нас, пятидесятников, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, цените даром Божьим. Потому что мы пятидесятники, не потому что родители наши были пятидесятниками, но потому что Бог помиловал нас и злил наши сердца Святой Дух, друзья. И это так ценно, особенно для служения. Я, знаете, я столкнулся вот с такими моментами, совершая служение в наших славянских церквях, приходится, благословляет нас служение. Братья, вы исполнены Духом Святым? Ну, я знаю, ну, крещены Духом Святым? Ну, наверное. И, знаете, я встретил себя с американцами. Если человек не крещен Духом Святым, со знаменем иных языков, они лайсенса не дают. Они не рукополагают на служение. Ты должен быть исполнен. Для служения обязательно, братья. И Писание говорит, люди исполнены Святого Духа. Что такое? Что такое Дух Божий, друзья? Когда я вас смотрю, вот на само служение, апостол Павел говорит, что служителям я сделался, и официанам 3,7, подару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Так вот, благодать Божья, она мотивирует нас к служению. Это не просто что-то белое и пушистое, что нам приятно так наполняет, так хорошо, классно. Друзья, благодать Божья, она формирует из нас служителя Слова, служителя Евангелия. И исполнение Духом Святым, когда апостолы говорили о том, чтобы люди исполнены Духом Святым, для того, чтобы люди были в служении. И исполнение Духом Святым, это Божия благодать и служение наше, это не наказание. Друзья мои, это не наказание. И кто-то смотрит, о, мне так тяжело, я диакон есть, и я пресвитер. Братья, грешникам тяжело. Мы же самые счастливые люди, друзья. Мы же самые благословенные люди. Нас Бог спас. Мы были потерянные, мы были рабами, но мы стали свободные в имени Иисуса Христа. И поэтому исполнение Духом Святым, оно необходимо не только при крещении, но это процесс, который сопровождает нашу жизнь от крещения. И я желаю, чтобы до последнего дня нашей жизни. И когда мы смотрим в Писание, есть предостережение. Апостол Павел говорит, когда говорит о благодати, то он говорит, мы же как споспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно было принято вами. Благодать Божья не для того, только чтобы нас избрали нас на служение. Благодать Божья не для того, только чтобы нам быть там кем-то. Нитщетно. Но Бог имеет план, Он ожидает результат от благодати. Потому что, Римлянам 12,7, пожалуйста, оператор, вы видите, апостол Павел говорит, когда говорит о дарах Святого Духа, то он говорит о том, что каждому дается дарование. На что, друзья? На что дается? Римлянам 12, извиняюсь, 1 Коринфянам 12,7. 1 Коринфянам 12,7. Апостол Павел говорит, что каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу. То есть Бог ожидает пользы. От рукоположения, братья, Господь ожидает пользы. Бог ожидает плода. И поэтому не примите благодать, чтобы она не была принята тщетно, даром, чтобы мы не пренебрегли благодатью. Она имеет предназначение. И апостол Павел говорит, послание к Титу, ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Благодать Божья, это не для того, чтобы адаптировать грех, адаптировать какие-то там еще что-то. Самое главное, чтобы Дух Божий наполнял. Друзья, Бог дал благодать, чтобы спасти людей от развращенного мира, от аморальности, от пустоты, от разложения мира. Для этого дана Божья благодать, которая спасает. И 12-й, 11-й, 12-й стих написано, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Церковь – это не для того, чтобы сделать комфортно для грешника. Церковь, чтобы спасти грешника от греха. Вот для этого церковь, друзья, есть. И для этого Бог дает благодать. Благодать Божья дается для помощи в служении. И, братья, я знаю, что у вас хорошая церковь, у вас хорошие пастора в вашей церкви, но я хочу вам сказать, что ничто так не будет для вас поддержкой внутренней, как ваши личные отношения с Богом. Как ваши личные отношения с Богом. И апостол Павел говорит, посему-то приступаем с дерзновения к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Поэтому, друзья, дорогие, я знаю, что у вас хорошая церковь. Очень хорошая церковь. Но Писание говорит, что Бог поставил в церкви апостолы, пресвитеры, евангелисты, пророки, учителя. Для чего? Для воспитания церкви. Приготовить святых на дело служения. Поэтому, когда Бог ставит на служение, то Он имеет идею воспитывать церковь. Церковь вам нравится, чтобы вас воспитывали или нет? Ну, давайте честно скажем, не совсем. Нам не нравится. Нам нравится пресвитеров воспитывать, что они неправильно делают, что они неправильно говорят, что они неправильно. Но нас воспитывали. Поверьте, мы сегодня для того, чтобы рукоположить диаконов, для помощи пасторам, чтобы воспитывать церковь. И благодать дается для помощи, чтобы воспитывать святых на служение. Подготовлять святых на служение. Для чего? Доколе придем, когда мы придем к единству веры. Идея единства веры зависит, церковь дорогая, не оттуда где-то, а отсюда единство веры зависит. От служителей зависит единство веры. Единство церкви зависит от служителей. Поэтому Бог дает благодать для помощи в этом. Благодать дается для служения. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Благодать дается для благоугодного служения Богу. Не для развлечения, друзья. Не для того, чтобы из церкви разработать какой-то цирк, какой-то клоуну, а для того, чтобы явилась благодать Божья, чтобы являлась Божья благодатью церкви. Для этого избираются как раз и служители. Благодать дается для благовествования церкви. Одно из предназначений церкви – это как раз сообщить, расширять, разнести, правильно по-русски вроде «разнести»? Распространять, распространять благую весть. И для этого дается благодать, братья. И для этого дается как раз благодать. Для развития веры, написано обе «через него» мы приняли благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Римлянам 1, 5. Вот благодать мы приняли, чтобы покорять вере народу. Я хотел бы, как пейдесятник в третьем поколении, я хотел бы, чтобы все люди были пейдесятниками. Но, братья и сестры, извините, я не знаю, как я одна из… Так хочу, чтобы мои дети были пейдесятниками. Но в целом, Писание говорит, что Бог нам дал благодать покорять вере. Не покорять пейдесятникам все народы, а покорять вере. Покорять вере все народы. Поэтому, братья, примите, цените, служите в этом направлении. Апостолы, когда избирали, они поставили то же самое, как сказать, цель перед людьми, которых избирали на дьяконское служение. Они должны быть исполнены мудрости. И мудрость проявляется, друзья, не в том, что мы о себе думаем, а в нашем характере, в нашем поведении. И как раз, когда вас избирали, об этом говорили, что дьяконы должны иметь благочестивый характер, честный, порядочный, недвоязычный, трезвый и так дальше. Еще одно из пожеланий для служения – это любить людей, которых Бог дал вам честь служить. Братья, когда мы хотим или когда мы поклоняемся Богу, когда мы служим, иногда нам кажется, что Бог, вот где Бог? Ну, где-то вот, братья дорогие, мы есть храм Божий, Дух Божий живет в нас, Господь внутри, Бог живет в нас. Поэтому в служении вашем любите людей. Вас Бог ставит на этот период, в это время в этой церкви. Вас Бог ставит не во время ваших родителей, ваших дедушек и бабушек. Вас Бог ставит во время ваше и время ваших детей. Послужите для Бога в это время для поместной церкви, для нужд поместной церкви, для вызовов поместной церкви. То, с чем встречается. Поверьте, когда мы были детьми еще, мои родители были верующими, отец был пресвитером, я с Ровенщины, у нас не было телевизоров. Нас называли глупыми, нас называли отсталыми. Как называли нас только? Хочу сказать, сегодня мне вот очень так интересно. Вот все умные люди говорят, что они уже по 10 лет не имеют телевизору. Люди не в церкви совершенно, говорят, ничего там хорошего нет. Извините, да мы 50 лет все знали, что там ничего хорошего нет. Ну, посмотрите, послушайте, у наших детей каждого у 10, 100 раз хуже телевизора в кармане. Телефоны в наших детей. И они смотрят, и они читают то, что и в голову нам не приходило. И в этот период этих вызовов нам нужно совершать служение. Нам нужно сохранить, спасти этих детей. Поэтому те вызовы, с которыми вы встречаетесь, вы, братья, будете встречаться. Ваши дети встречаются. Поверьте, намного они сложнее тех, которые встречались наши родители. И шли там атеисты, коммунисты, безбожники, они в открытую шли. Сейчас все очень лукаво работает. Поэтому в это лукавое время нам так нужно отношение с Богом. Нам нужно так помазание благодати Божией. Поэтому характер наш и наше служение, оно должно быть сосредоточено на этом. Несколько предостережений для вас, братья, как для служителей. Не сделайте в вашем служении, чтобы кто-то притыкался вам. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам 2, 3, 6, говорит, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Братья, служение – это привилегия. Служение – это Божие избрание. Иисус говорит, что не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Вот призвание ваше, служение, не сделайте, чтобы оно было порицаемо. Сохраните от порицания ваше служение. Второе – сохраните себя или не потеряйте благодать. Извините, я опять обращусь к благодати. Апостол Павел говорит евреям 12, 15, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинив вреда, и чтобы им не осквернились многие». Я обращаюсь к вам. Вы видели людей, которые потеряли благодать? Не видели. Церковь, вы видели людей, которые потеряли благодать? Не видели? Видели. Что в этих людей? О чем они говорят? Плохо, не так, все неправильно, скрипят, все не то, все не то. Причем проблема? Проблема не там где-то, проблема внутри. Благодать потеряна. Горький корень начинает возникнуть, начинает осквернять других, заряжать других, все плохо, плохо, плохо. Друзья, мы маем благого отца, который отец всяких благ. Мы маем Бога хорошего, друзья. Мы все плохие были. Нас Бог спас, друзья. Не лишитесь благодати Божией. Сохраните, чтобы какой горький корень. Знаете, место святое пусто не бывает. Когда люди теряют благодать, начинает процесс, обратный процесс начинается. Люди начинают разлагаться в грехе, в нареканиях, все плохо и так дальше. Еще одно предостережение – это потеря ревности. Братья, не ожидайте ревности где-то пройдет справа или с востока или из запада. Христос сказал для людей, которые были служители храма, которые были служители слова, говорит, «Горе вам, лицемерие, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо что? Сам и не входите, и хотящих войти не допускаете». Видели людей таких, которых посмотришь, и сам он не знает, где он и кто он. И все не так. Молятся не так, поют не так, славят Бога не так, евангелизируют не так. Ну так покажи как. Ну, знаешь, а чего я? Ну, а кто же должен быть? Друзья, поэтому не потеряйте ревности, не потеряйте пыл в вашем служении. Будьте людьми, людьми горящими. И не сохраните себя от служения, чтобы совершать служение, знаете, небрежно. Писание говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Друзья, будьте осторожны в служении, будьте пылки, будьте очень ревностны в служении. Какое, что еще хотел бы посоветовать, и мы будем сейчас молиться. Диаконское служение имеет конкретный, избирается для конкретной цели. Помогать пастору вашему или пасторам вашим. То есть делать то, что необходимо для церкви. Братья, я хочу спросить, сестры, может к вам, потому что мы немножко, пару слов. Я хочу спросить вас, сестры. Можно вас спросить, что ли? Да? Вы спрашиваете ваших мужей, ну так хоть иногда, чем я могу тебе помочь? Да? Правда. Мужья, мужчины, все мужики, вам нравится, когда жена спрашивает, how may I help you, чем могу тебе помочь? В вашей церкви не говорят. В нашей церкви сказали, конечно, но нам, может, что-то нравится. Ну, помощник, это нормально, когда помощник говорит для... Чем я могу тебе помочь? Братья, диакона, это нормально, когда вы хоть время от времени придете к вашим пасторам, спросите, братья, что делать? Чем помочь? Это диаконское служение, быть помощником и для пресвитеров, братья. Проповедь и учение в церкви это ответственность пресвитеров. Когда избирались на диаконское служение, избираем для того, чтобы развязать, а мы пребудем в слове и в молитве. Поэтому, братья, в нашей церкви не все диакона проповедуют. Я исповедуюсь перед вами, может быть, может быть, вы меня осудите. У нас есть диакона, которые никогда не проповедовали в церкви. Но они в семьях, в работе с людьми, чудесно. Я, когда прихожу с ними в семью, поверьте, я отдыхаю. Настолько они, они как рыба в воде, вот в коммуникации с людьми, в беседе с людьми, к миру привести. Ну, у вас хорошо все, а у нас иногда бывают семьи, что вот не могут понять муж и жену, не могут понять друг друга. Вот прошел какой-то процесс, и надо умиротворять, надо приводить к миру. И поверьте, что диаконат чудесный иногда работает, но не проповедует. Поэтому давать пищу, обязанность присвятировать церкви, заботиться, подготовить людей, работать на мир и на... спокий, как будет по-русски? На спокойствии в церкви работать. Диаконское служение, работать на покой в церкви. Ну, покой, говорят, покой на... Миротворение. Другое. Миротворение. Туга, в другом месте покой уже. Где-то. Это церковь не покой, а умиротворение. Извините, я не русский человек, поэтому я подбираю эти сады. Да. Поэтому работать на мир, на умиротворение работать у церкви. Знаете, иногда избирается диакон, и смотришь, он уже... Ко мне люди идут, жалуются, ко мне люди приходят, а ко мне люди... А почему ко мне не приходят? К присвитеру к тебе люди приходят. Братья, всех людей посылайте, если жалуются. Присвитерам. У вас они хорошие, ваши присвитеры. А вы помогайте людям, чтобы в них объясните глазами присвитерату или другую ситуацию. Ну, несколько слов скажу, сестры, к вам обращусь. Писание говорит, что равные жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Жены должны быть честны. Сестры, я знаю, что вас Бог ставит в немножко другую позицию. Если раньше вы были там жена Саши, или там, не помню, как зовут братья ваших, то сейчас будет еще жена диакона. Вот. Вы не диакона, а не диаконисы, а жена диакона. Поэтому будьте, знаете, честны. И Писание говорит, не клеветницы. Клеветники – это не те, что говорят неправду, а те, которые источник разных разговоров, разных слухов. Поэтому не все рассказывайте то, что вы знаете. А Господь говорит через пророка Исаию, «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Ты видел много, но не замечал. Есть вещи, которые мы можем знать, но не все говорить. То же самое, чтобы не были, чтобы были трезвы и верны во всем. Хочу спросить вас, братья и сестры, вы согласны совершать диаконское служение в поместной вашей церкви? По Писанию? Аминь? Аминь. Хотел бы, чтобы Писание говорит, от слова своего оправдаешься, от слова своего судишься. Поэтому говорите слова, не только машите, а говорите слова. Аминь. Правда? Хотел бы обратиться к детям. У вас есть сегодня дети в вашей церкви? Дети, вот ваши, чьи родители сидят вот здесь. Встаньте, пожалуйста. Встаньте, не стыдитесь. Я не буду вас наперед вызывать сюда, чтобы вы выходили. Все дети, встаньте. Все дети, встаньте. Мне кажется, что наверху. Все вставайте, не бойтесь. Ну, чего вы? Встаньте, встаньте, встаньте. Вставайте. А как вас говорят? Я не знаю, но я по-русски, кажется, говорю. О, молодцы, молодцы. Встаньте, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы постояли несколько минут. Дети дорогие, ребята, братья, сестры, вас, очень, я не начальник, не могу вас покомандовать в вашей церкви. Послушайте меня, ребята, чтобы у ваших родителей было дерзновение совершать служение, очень много зависит от вашего поведения. Я бы просил вас, пусть ваша жизнь, пусть ваше поведение, пусть ваши ценности, они будут вот такими, как написано вот здесь. Вы взрослые уже. Кто-то взрослеет. Послушайте, будьте верны Богу, для того, чтобы вашим родителям не было стыдно за вас. От вас зависит очень много. Мой отец был пресвитером. Я пресвитерском служении определенный период, и кое-что знаю. Я знаю, что вы хорошие, но Писание говорит, что вы должны быть святы и мы. Поэтому, чтобы было дерзновение в родителей, сделайте, пожалуйста, жизнь свою, чтобы она была такой, хорошей. Аминь. Согласны вы, правда? О, молодцы. Спасибо. Церковь, хочу обратиться к вам. Писание говорит евреям 13-17. Слушайтесь ваших наставников или повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Церковь, я знаю, что это вызов. Вас избирается, смотрю, несколько братьев таких уже есть определенным опытом жизненным. Есть братья, которые избираются помоложе, и что их слушаться надо. Ну, а скажите, пожалуйста, а для чего туда они избираются, если их не служатся? Поэтому, братья и сестры, они не себя несут, они не свое понятие семейное несут, они несут Евангелие, они несут Слово Божие, поэтому они исполняют избрание церкви, поручение пресвятеров. Слушайтесь ваших наставников, слушайтесь ваших декану, которые избираются, чтобы они не воздыхали. Не пренебрегайте ихним возрастом, ихним опытом, чтобы они не воздыхали, потому что не им это не полезно, вам это не полезно, так говорит Писание, чтобы они делали это с радостью. Вы согласны молиться, поддерживать ваши декану, которых избираются? Ой, слава Иисусу Христу! Братья и сестры, если вы согласны, то мы тогда перейдем к самому рукоположению. Я хотел бы, Владимир Зотович, пожалуйста, как пастор, дальше представляйте декану ваших или семьи и тех, которые будут совершать молитву. Пусть Господь поможет для нас. Господь на этом месте сегодня, и Он смотрит сегодня на то, что происходит здесь. Поэтому я приглашаю братьев, которые мы говорили в братской, пожалуйста, давайте мы пройдем сюда вперед и приглашаем для рукоположения на служение декана Славика Мурзина вместе с женой. Сегодня ихний день, церковь, сегодня ихний день. Я знаю, что вы будете ждать, чтобы ваши декана молились о вас, но сегодня не нуждаются в вашей молитве. Не будьте скупы на молитвы, на добрые слова. Скажите Господу, когда за каждого будет, каждый будет молиться благословите каждого. Я благодарю Тебя. Я благословляю Твое Божие Святое Имя. Тебе честь, хвала и поклонение. Я благодарю Тебя, что Ты присутствуешь здесь своим Божественным Святым Духом. Хвала Тебе и слава. Великий Бог, имени Твоему честь, имени Твоему поклонение, ибо Ты есть Бог Богов. Ты достоин вечной хвалы и славы, всемогущий Отец. Мы благословляем Тебя в это прекрасное утро. Мы благодарим Тебя, что мы имеем эту возможность преклониться предвеличием Твоим и воздать Тебе вновь и вновь эту славу, ибо Ты есть Бог, который достоин славы. Мы Тебе обязаны всем, Великий Отец. Тебе на моей личности. Я благословляю Тебя, я благодарю Тебя за сие избрание. Прошу во имя Иисуса Христа, благослови, помоги мне, помоги во имя Иисуса Христа, да прибудет Твоя благодать, Твое помазание, Твое благословение, Твоя божественная отцовская помощь во имя Иисуса Христа, дабы помочь каждому человеку стремиться и приблизиться к Тебе, к великому Богу, удостоиться чести, войти в город и под вратами благословить Тебя, Господь, на этой земле и в вечности. Я умоляю Тебя, благослови Твой народ, стоящий пред величием Твоих и всех братьев и сестер. Тебе слава вовеки и хвала Тебе. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Отец наш Небесный, мы совершаем рукоположение на дьяконское служение брата Славика, Божьего имя. Мы благодарны Тебе, Господь, за избрание, Божьего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Его спас, Ты нашел Его в мире. Слава Тебе, благодарность, Божьего. Это большая честь и привилегия. Слава Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты вверяешь Ему дьяконское служение по местной церкви. Благослови Его, Господь, Ты сам, Божьего. Дай Ему откровение от Тебя, Божьего. Дай Ему знание от Тебя, Божия, силу ему дает Тебя совершать дьяконское служение, быть помощником для пасторей церкви поместной, быть служителем благодати Твоей, Бог наш. Во имя Иисуса Христа, благослови ты, Господь, сам и сохрани его от болезней, сохрани его, Господь, у всяких беспорядочных людей, пусть он совершает служение с радостью, Божия, и с честью. Во имя Иисуса Христа, Божия, благослови ты, Господь, жену его, то же самое, дом их не благослови ты, детей их не благослови ты. Божия, дай судьбу, дай жизнь, дай благодать для этого дома. Пусть единство сердец будет в них, пусть имя Твое будет благословено и прославлено, Бог наш. Во имя Иисуса Христа мы это просим. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы приглашаем для служения, рукоположения на диаконское служение Яна Лопатина и его жену Викторию. Пожалуйста. Отец Небесный, Господь, благодарю Тебя, Господь. Ты благословляешь настолько много меня, Господь, по Твоей великой милости и благодати. Слава Тебе, Господь. Не потому, что я заслужил, Господь, потому, что Ты великий, Господь. Ты великий Отец, Боже, я Тебя славлю, Господь, и превозношу Тебя, Господь. Да будет Тебе хвала и слава, Господь. Господь, слава Тебе за это служение, Господь, за семью, которую ты даешь мне, Господь, за мою жену, за мои детей, которые ты даешь мне, Господь, слава Тебе, и за эту церковь, красивую Твою церковь, Господь, слава Тебе, Господь. Боже, я Тебя прошу, Господь, в этом служении, Господь, за некоторых вещах, Господь. Господь, и чтобы я был в Тебе, Господь. Чтобы, Господь, Твое ведение было во мне, Господь. Господь, также прошу Тебя, чтобы Ты благословил мою семью, Господь. Чтобы моя жена, я, Господь, для тех, которые ты дашь мне, Господь, они служили Тебе всю свою жизнь, Господь. Чтобы они, Господи, никогда от Тебя не отходили, Господь. Прошу Тебя, благослови, Господь. Господь, также дай мудрости, Господь, чтобы во всех моих делах, Господь, Иисус, я славил имя Твое и поступал мудро, Господь. чтобы я был мудрый в церкви, Господь, мудрый, Господь, в семье, Господь, о всех моих делах, Господь, чтобы Твоя святая мудрость была со мной, Господь. И также, Господь, прошу Тебя, помоги, чтобы Слово Твое было всегда во мне, в моем сердце, Господь, на моих уста, Господь. Слово жизни, Господь, Слово радости, Господь, Слово Твое, Господь, которое несет все благословение, чтобы оно всегда было во мне, и чтобы я мог, Господь, подавать от народа, Господь, благослови, Господь, меня. Благослови во всем этом, Господь. Пошмлю Тебя. Аминь. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, в этот прекрасный день, который Ты даровал для народа Твоего, для Церкви Твоей, Господи, мы совершаем это служение во имя Твое. Господи, Церковь Твоя избрала нашего брата Яна на диаконское служение. И ныне мы возлагаем руки по Слову Твоему на голову нашего брата. Призываем имя Твое и молим Тебя, дабы во имя Твое пришло Твое помазание, сила Твоя, благодать Твоя и милость Твоя. Господи, молитва наша пусть никогда не оскудевает елей на главе Его. надели Его мудростью Твояю, силою Твояю, знанием Тебя, и пусть в этом служении, которое Он будет совершать во имя Твое, да будет Твое благословение. Так само мы молим Тебя, Господи, благослови и супругу Его, нашу сестру Викторию, Господи, да будет Твоя рука и милость Твоя в этой семье, Господь. Мы молим и просим Тебя, дабы этот дом был благословен Тобою. Господи, Ты знаешь, Господи, все, что предстоит. Господи, и дитя, которое должно родиться, пусть оно родится здоровым, красивым, разумным. Господи, пусть Твое помазание будет на нем, Господь. Наша молитва при лицем Твоим, да будет имя Твое прославлено и благословенно в этой семье. Во имя Отца и Сына мы молим. Аминь. Мы также приглашаем для рукоположения на диаконское служение Олега Лопатина вместе с женой Ольгой. Пожалуйста. Великий Господь, слава Тебе за Твою милость, Иисус. Что мы живы, Господь, по Твоей милости, Господь. Что мы здоровы, Господь, слава Тебе. Иисус, я благодарю Тебя, Господь, что я могу стоять на этом месте, Господь. Я могу стоять здоровый, Господь. Я могу стоять, Господь, со Своей женой, со Своими детьми, слава Тебе. Ты достоин хвалы, Ты достоин славы, Господь. Я благодарен Тебе, Иисус. Что Ты, Господь, дал мне эту привилегию, Господь, служить людям, Господь. Что Ты дал мне эту привилегию, Господь, Иисус. Устоять на этом месте, Господь, Иисус, и просить милости у Тебя. Просить, Господь, Иисус, благословения, Иисус. Слава Тебе, Господь. Я прошу милости, Господь, на мою семью, Господь, Иисус. на это служение, которое Ты поручаешь мне, Господь, Иисус, ибо Ты ставишь меня на это служение, Иисус. Слава Тебе, Господь, и благодарен Тебе, Господь. Благослови меня, благослови мою семью, Господь, чтобы мы были примером, Господь, окружающим, Иисус, чтобы мы могли, Господь, Иисус, распространять Твой свет, Господь, чтобы мы могли служить, Господь, каждому человеку, Господь, так, как Ты хочешь, Иисус, я Тебя прошу, Господь, благослови меня, Господь, дай мне мудрости, Господь, Дай мне Духа Твоего, Господь, я прошу, Господь, чтобы Иисус, я был Твоим чистым сосудом, Твоим инструментом, Господь, где Ты хочешь, когда хочешь, я прошу Тебя, благослови меня, Иисус, я нуждаюсь в Твоем помазании, Господь, я нуждаюсь в Твоем благословении, Иисус, я нуждаюсь, Господь, в силе Духа Святого, Иисус, я прошу Тебя, Господь, чтобы, Господь, через всю свою жизнь, Господь, идя, Господь, чтобы я не потерял, Господь, Твоей благодати, Господь, чтобы я не потерял Твоего Духа, Господь, я прошу Тебя, Господь, но чтобы Господь через всю жизнь мог пронести, Господь, тебя, и мог пронести, Господь, эту веру, Господь, в конце сказать, течение завершил, Господь, веру сохранил, я тебя прошу, Господь, благослови меня, Господь, благослови мою семью также, Иисус, чтобы никто из моих детей не ушел в мир, Господь, через это служение, Господь, чтобы, Господь, вся моя семья, Господь, была в церкви, Господь, знала тебя, верила тебе, Господь, и чтобы она искала тебя, я тебя прошу, помоги мне, Господь, быть примером в семье, Господь, в церкви, на работе, где я не буду, Господь, чтобы я везде мог грозить христианином, Иисус, чтобы я везде, Господь, мог нести Твой свет, Господь, Твою эту веру, Господь. Я прошу, благослови, Господь, нас, чтобы, Господь, и я, и моя жена, Господь, могли служить Тебе всю свою жизнь, Господь. Благослови, Господь, нам быть помощником и пастором, Господь. Помоги нам, Господь, нести, делать то, что Ты хочешь делать. Я Тебя прошу, благослови нас, Господь. Пускай Твоим будет прославлен в нашей жизни, Господь, через нашу жизнь. А Тебе за все будет хвала и слава. Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы благословляем нашего брата Олега на диаконское служение. Господи, пускай придет от престола Твоей благодати помазание и благословение, Господи Божий, в его служение, которое он будет нести в нашей поместной церкви. Благослови его мудростью, Господи, желанием, ревностью, Господи, Боже мой, пускай от Тебя придет знание, пускай придет, Господи, сила, пускай, Господи, достоинство этого служения будет, Господи, пронесено через все годы жизни, Боже. Надели его, Господи, благодатью и силою, чтобы, Господи, совершал служение свое, молился за больных, молился, Господи, за слабших, Боже, и дай ему силу и благословение на это, Господи, Боже, да будешь ты везде и во всем его руководителем, Боже. Мы благословляем его именем Твоим святым, мы благословляем его жену Ольгу, Господи, пускай на нее сойдет благословение, Боже, ибо поддержка жены, Господь, Ты знаешь, нам на земле так важна для всех, Боже, благослови ее, дай мудрости воспитывать правильно детей, и будь воистину помощницей для своего мужа, Боже, благослови ихних деток, Боже, ихнюю семью, чтобы, Господи, они сохранили и пронесли достоинство служителя Твоего через всю свою жизнь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы приглашаем также на служение, благословение, на служение диакона Олега Вакульчика и его жену Марию. Пожалуйста. Пожалуйста. Дорогой Отец, я склоняюсь перед лицом Твоим, Господь, в этот день. Я знаю, что Ты находишься на этом месте, Господь, Духом Святым, Господь, ибо я чувствую касание Духа Святого, Господь, на этом месте, Господи. Я благодарю Тебя и славлю, Господь, за то, что Ты любишь меня и заботишься обо мне, Господь, за то, что Ты меня вел до этого времени, Господь, за то, что Ты меня благословил хорошей женой, Господь, за то, что Ты благословил меня здоровыми детками, Господь. Я благодарю Тебя за это, Господи. И я знаю, Господь, что на этом месте, потому что Ты хочешь, чтобы я был на этом месте, Господи. Я склоняюсь перед лицом Твоим, Господь, и я прошу, чтобы Ты благословил меня на это служение, Господь, чтобы я, Господь, исполнил волю Твою на земле, Господь. Помоги мне, дай мне больше любви к окружающим, Господь, и к ближним. Такую любовь, которая была у тебя, Господь, чтобы я мог всех любить, Господь, чтобы я, Господь, дай мне заботиться о ближней, Господь, помоги, Господь, устроять дом твой, Господь, помоги мне быть, Господь, опорой для служителей и пастыря, Господь, и пресвитерей, Господь, чтобы я, Господь, и моя семья были светом примером для окружающих, Господь, чтобы не было никаких преткновений, Господь, из-за моей семьи, Господь, я прошу тебя, Господь, благослови ты мою семью, Господь, благослови ты, Господь. Мы в дальнейшую жизнь, Господь, как служителя, Господь, этой церкви, Господь, чтобы мы служили Тебе, помоги мне служить от всего сердца, Господь, а Тебе за все слава, Отсутствие на Духе Святому. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы совершаем это служение рукоположения на дьяконское служение брата Олега. Боже, слава Тебе! Господь, это милость Твоей, благодать Твоя в том, чтобы служить Твоей церкви, Бог наш, благодарность Тебе. Ты избрал Олега Господь, Ты предвидел его, Ты воспитал его для этой церкви, Боже, благослови Господь, чтобы Господь его служение, оно было приятно для Тебя, для пресс-фитера в этой церкви и устроено благословенно для этого народа, Боже. Сохрани, Господь, и сам брата Олега, и благослови Ты, Боже, его, когда он будет молиться за больных, дай исцеление, Господь наш, во имя Иисуса Христа, когда он будет беседовать с людьми, дает Тебе слово примирения, дает Тебе слово мудрости, Боже, пусть оно пребывает на нем, чтобы служение Божие было, Господь, угодно для Тебя. Благослови, Господь, и его жену Марию, то же самое, Боже, во имя Иисуса Христа, их дом благословит и, Господь, их детей, пусть их служение будет, Господь, их дом, Боже, будет приятно для Тебя, Господь, и будет светом для окружающих, для соседей, пусть благодать Твоя, Боже, распространяется через их служение, во имя Иисуса Христа мы это просим, Отец и Дух Святой. Аминь. Приглашаем на благословение, на служение диакона, нашего брата, возлюбленного вместе с женой Андрея Черепанова. Андрей и Люба, пожалуйста. Дорогой Господь, Отец неба и земли, мы благодарим Тебя за великую Твою любовь и милость, Господь, что Ты есть наш Бог, Господи, что Ты привел нас на это место, Господь. Ты помог нам до сего дня и часа, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за великую Твою любовь и милость, Господь, и благословение над нами. Аллилуйя, слава Тебе и поклонение. Я благодарю Тебя, Господь, за церковь, Господь, за голубицу Твою, Господь, что Ты выбрал нас, Господи, для этого служения. Слава, слава Тебе и поклонение, Господь, Ты достоин хвалы. Я благодарю Тебя, Господь, за жену и деток, которыми Ты благословляешь меня, Господь, в этой жизни. Аллилуйя, слава Тебе и прошу, благослови, Господь. Благослови, чтобы быть светом и примером, Господь, дай мудрости во всем. Ты направляй Духом Твоим святым в этом служении, Господь. Только на Тебя уповаем и ждем Твое благословение. И слей благодать Твою, Господь, каждое сердце, чтобы быть светом и примером для каждого. И, Господи, чтобы имя Твое прославлялось, Господь, и многие приходили к Тебе. Аллилуйя! Прибудь с нами, Господь, и благослови во всем Тебе хвала и поклонение, любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Тебе, великому и славному Богу, к которому мы приходим и поклоняемся Тебе, и совершая это служение во имя Твое, рукополагая на диаконское служение нашего брата Андрея, мы призываем имя Твое и молим Тебя, да придет Твое благословение, да придет сила от Тебя, да придет Твое помазание, да будет дарована мудрость Твоя, и слово знания да будет даровано в его служение, да будет он успешным служителем. Мы призываем имя Твое. Господи, мы молим Тебя, благослови его служение в этой поместной церкви, для того, чтобы он был достойным служителем этого великого призывания Твоего. Да будет его труд, его служение, его посвящение, да будет успешным в служении Тебе и народу Твоему. Господи, мы призывая имя Твое и молим Твое благословение. И нашу сестру любого, Господи, да будет она помощницей, да будет, Господи, эта семья благословенна Тобою. Ихний дом, ихни дети, да будут, Господи, верными Тебе во всем. Господи, молим и просим Тебя в этом доме. Господи, оставайся Ты. Господи, мы молим Тебя. Да будет, Господи, этот труд, который будет совершаться во имя Твое благословенный Тобою. И все сие мы молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы также приглашаем нашу уже последнюю пару сегодня сюда Александра и Лену Мулик. Пожалуйста. Я хочу заметить немаловажный факт сегодня для всех. Все в церкви знают, что Саша также является миссионером и постоянно бывает в разъездах кругом. Но я хочу сделать такую заметочку сегодня перед всеми. Мы Сашу рукополагаем сегодня как диакона нашей поместной церкви. Если Он будет в других церквях или где-то, мы с Ним уже будем согласовывать, что Он имеет право там делать, а что нет. Но на данном этапе времени Он является, рукополагаем, на диакона нашей поместной церкви. Да благословит Его Господь в этом. Господь, я раб Твой, ничего не значащий. Ты видишь, сколько было препятствий, чтобы выйти сюда. Ты видел, через что мне пришлось пройти. И когда я хотел отказаться от этого служения, Ты проговорил ко мне, что Ты даешь это время, что это время пришло, чтобы служить народу Твоему, Господь. Ты подкреплял. Благодарю Тебя за братьев, которые поддерживали Господь. Благодарю Тебя за эту церковь, которая доверила мне это служение, Господь. И я хочу служить Тебе, Господь, всем сердцем Своим, всем разумением Своим. Господи, дай мудрости, дай помазание Твое. Я желаю иметь то помазание, которое имел диакон Филипп, который имел диаконы Первой апостольской церкви, Господь. Я желаю это помазание. Я желаю эту силу, Господь. И Ты излей эту силу, Господь. И дай, чтобы никакая гордость, никакая гордыня не приступила ко мне. Никакое тщеславие, Боже, храни меня от этого, Господь. Благослови мой дом, мою семью, мою жену, моих детей, Господь. Я желаю этого, Господи. Подкрепляй и поддерживай, Господи, чтобы иметь силу поддерживать других, ослабших, Господь, ослабевших пути. Боже, дай это помазание. Я желаю этого, Господь, от всего сердца. Если Ты будешь куда-то везти в другие страны, пусть это помазание, оно дальше будет на мне. Я желаю этого, Господь. Благослови нас и пребудь. Слава Тебя за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы благословляем брата Александра на служение диакона, Господи, и просим Твое святое небо, дабы вылило елей помазания на его голову, рыбели клавин, то рыбели чиня. Мы ожидаем, Господи, Боже, благословения в его дорогах, в его путях, Господи, и в служении в церкви, Господи. Отдай ему мудрости, Боже, отдай ему терпения, дай ему глубокого понимания, Господи, своего предназначения, Господи, и служения, Господь, по слову Твоему, Господь. Да благословится он, Боже мой, да придет, Господи, Боже, благословение на служение, Господь. Пускай благословятся руки его, когда будут, Господи, возлагаться на больных, на немощных, на держимых, Боже, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови его, Господи, и в этом, Господи, Боже. Благослови мудростью беседы с людьми, Господи, Боже, и дай благословение, воспитание его семьи, Господи, Боже. Мы просим, благослови Лену, Господи, Боже, дай благословение для нее, Господи, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови ихню, Господи, Боже, большую семью, Господи. И пускай, Господь, милость Твоя будет, Господь, пускай каждый ребенок этой семьи, Господь, будет по Твоим покровительствам, Господи, по Твоим, Господи, благословением, Боже, мы благословляем эту семью, Господь. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, Господь, мы также благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам совершить это служение, рукоположение, Господи, за наших шесть братьев Божьих, которые сегодня благословенны. Посему все мы служители и вся церковь благодарны Тебе за Твое благословение, Боже. Это милость Твоя, это забота Твоя о Церкви, Боже. Прими молитву благодарения, Боже, и благослови дальше жизнь церкви, благослови каждого из них, чтобы они соответствовали, Господь, предназначению Твоему. Да будет благословение на всех нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа Сына и Святого Духа Сына и Святого Духа ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Благослови вас навсегда Благослови вас навсегда Церковь в эфире, братья и сестры Поздравляю вас с вашим праздником таким благословенным Знаете, как всегда, кто-то уходит Кто-то приходит, так в нашей жизни 20 лет назад, это я к вам, братья, обращаюсь Я уезжал из Киргизии, я уже нес там дьяконское служение Ну и меня провожала церковь и друзья служителя соседних церквей И вот один из пастырей, говоря свое пожелание Сказал такие слова Знаешь, Гена, кто-то, я вижу, плачет И поверь мне, кто-то радуется, что ты уезжаешь Если ты, говорит, свое служение нес пред Господом Да, так он сказал Вы знаете, если мы любим Бога И любим церковь и послушны Господу Мы обязательно будем Если что-то видим не так Мы же любим церковь, правда же, да? Мы будем что-то говорить И как вы сегодня уже получили много наставлений Это очень часто не нравится И очень часто можно услышать очень больные слова в свой адрес Иногда бывает даже где-то и заслуженно Мы же люди тоже ошибаемся И бывает очень больно Но я хочу вам такое пожелание Прочитать из слова Господнего Пусть оно для вас всегда будет в те минуты, когда вам будет очень тяжело И вы увидите, что вы хотели доброго Не преследуя никакой корости Только чтобы дело Божье было благословено Вы что-то делали и вас не поняли Пусть для вас вот это слово будет утешением Знаете, апостол Павел написал его Наверное, сам переживал эти минуты не один раз Это 1 Коринфянам, глава 15, 10 стих Но благодатью и Божию Есим то, что есим Пусть Бог вас благословит Приветствуем и поздравляем Дорогую церковь С вашим чудесным праздником Слава Господу Я хочу, друзья, поделиться одной мыслью, которая будет относиться ко всем И сегодня рукоположенным служителям Однажды один мудрый человек О котором сказано О котором сказано, что он имел очень обширный ум И дал Бог Соломону мудрость Весьма великий разум И обширный ум, как песок на берегу моря И вот этот человек, который обладал такими огромными знаниями В сравнении с его современниками Он выделялся особенно И он знал те вещи, которые не знали люди Он рассуждал и вникал во многие вопросы И вот он такие интересные слова сказал Надейся на Господа Всем сердцем твоим И не полагайся на разум твой Имел обширный ум, разум И весьма великий разум И обширный ум И он так сказал Вы знаете, друзья Мы имеем наш интеллект Мы его развиваем Для того, чтобы быть успешным в своей профессии Как сегодня и брат сегодня говорил Мы развиваем какие-то таланты, способности И этими талантами мы служим Особенно на уровне вот того служения Которое сегодня на него внимание было уделено Но когда вопрос касается духовных вопросов Вопрос даже, может быть, придет время И вам придется быть вовлеченными в решение судеб Или, как сегодня говорил, брат приводил пример Где-то в беседах Вы знаете, иногда наш разум Не опора Иногда и очень важно Слышать внутренний голос Духа Святого Внутреннее помазание И иногда сердце подскажет больше, нежели советника в городе И вот я это хочу пожелать Чтобы мы имели ведение Имели связь с Богом Чтобы помазание Господнее пребывало на вас в вашей жизни И так, как Иисус Христос в своей молитве однажды сказал «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил себе от мудрых и разумных и открыл то младенцам» Ибо таково было твое благоволение Благоволение Господне в этом Друзья, дорогие Сегодня, особенно как негода, приходится встречать мудрость человеческую и в церкви Которая может все объяснить И порой так тексты Писания, чтобы направляет эта мудрость Чтобы не соблюсти, не исполнить Чтобы укоротить крест Облегчить путь Чтобы воспользоваться наслаждениями этого мира Дорогие друзья И вот здесь будет идти борьба Здесь нужно ведение, страх Божий Помазание Божье Чтобы вы знали, как хочет Господь И поступали так И последнее пожелание Не смущайтесь И принимать деток от Господа Когда в моей семье 15-й ребеночек родился Мне было уже 49 лет Жене почти 45 лет И это огромное благословение И вас Бог благословит И ваши семьи И ваших деток Будьте открыты для всей воли Божьей В вашей жизни Аминь Много столетий Люди в мире ждали Много столетий Верили они Что придет Сын Божий Что придет во славе И наступит царство Бога на земле Он придет Скоро Он придет Приготовьтесь к встрече Осветите сердце Расскажите ближним Скоро Господь придет Мы христиане В веке 21 Тоже с надеждой Глядим в небеса Верим, что придет Он Верим, что уж скоро Мы увидим в небе Бога своего Он придет Скоро Он придет Приготовьтесь к встрече Осветите сердце Расскажите ближним Скоро Господь придет Он придет Скоро Господь придет Приготовьтесь к встрече Осветите сердце Расскажите ближним Скоро Господь придет Приготовьтесь к встрече Осветите сердце Осветите сердце Пусть Бог вас всех благословит Особенно поздравляем Сегодня вновь Рукоположенных На диаконское служение Это большая ответственность Это большая ответственность Я больше общался Из них С Сашей Мулик Знаю, какие трудности Он переживает В поездках Не принимает в одном месте Он идет в другое место А в другом месте Люди каются Я хотел бы сегодня пожелать Для всех рукоположенных Диаконов И для всех нас Место из Писания Где говорится О том Как мы должны поступать На всяком месте Не секрет Мы сегодня в торжественном собрании Завтра мы будем На работах своих Сегодня вечером Уже в семьях своих Но Слово Божие говорит Чтобы мы везде были Христианами И на память Колоссянам Третья глава 23-24 стих И все, что делаете Делайте от души Как для Господа А не для человеков Зная, что в воздаянии от Господа Получите наследие Ибо вы служите Господу Христу Да благословит вас всех Господь Особенно Братьев Диаконов И их семьи Спасибо Спасибо Боже, в сердцах наших Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, дорогие братья, сестры, церковь Иисуса Христа Сегодня у нас великий праздник И если кто согласен, пусть скажет «Аминь» Праздник церкви в эфире Вы знаете, я когда приезжаю в эту церковь, всегда праздники Одни только праздники Когда у вас будний пастор? В прошлый раз, когда мы были, помните, да, совсем недавно 20-летие церкви И я думаю, что вы принимали вот эти поздравления А сегодня новые поздравления Поздравления с избранием наших братьев на диаконское служение Армия церкви Иисуса Христа Она пополняется этими добрыми воинами Иисуса Христа О которых говорил апостол Павел И наша брань не с плотью и не с кровью, да? В нас иная брань, друзья И сегодня вот этим братьям нашим Нужна сила от Господа Точно так же нужно и сестрам Ихним супругам Нужна сила Господня для того, чтобы совершать Вот этот возложенный труд Который они будут совершать во имя Господне Мне очень приятно, что в числе наших братьев Есть миссионеры Слава Господу Я очень благодарен Вы знаете, когда я вижу моих братьев Сотрудников на небе Господней Тех, которые не просто вот они совершают этот труд А в таких трудных условиях Они совершают этот труд И Господь их благословляет Слава нашему Господу Текст из Священного Писания, который я хотел бы делиться вместе с вами Это первое послание апостола Павла к Тимофею Из третьей главы Я читаю вот такой текст из 14 стиха Сию пишу тебе, надея вскоре прийти к тебе Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием Который есть Церковь, Бога Живого, столб и утверждение истины Апостол Павел говорит, чтобы ты знал, как нужно поступать, как нужно действовать, как нужно совершать служение в Доме Божием И он называет Дом Божий, это Церковь И, естественно, вот это послание, это пастырское послание апостола Павла Оно адресованное к его молодому другу, соработнику на Ниве Господней, служителю, эпископу церкви, апостолу Павлу В то время ему где-то было примерно 30-35 лет Павел был немножко старше, да? Еще столько же, где-то ему было лет 60 И вот, когда он пишет вот это послание, у него были сильные переживания для того, чтобы устроялась Церковь Иисуса Христа Я думаю, что те же самые переживания сегодня есть у моих братьев-служителей, вашего старшего пастыра Есть в этой целой команде служителей, чтобы Церковь Божья, она устроялась И для этого вы избрали вот этих братьев, вы избрали их на служение, и они будут совершать этот труд Но я хотел бы сегодня обратиться не к братьям, к ним уже столько слов было сказано, хороших слов, серьезных слов Но я сегодня хотел бы спросить, Церковь, а мы как Церковь, должны знать, как нам нужно поступать в Доме Божьем? Или все нормально, мы избрали братьев, они служителя, они уже будут служить, а мы только будем наслаждаться Так? Я думаю, что и в нас, как в Церкви Иисуса Христа, есть определенные обязанности, которые касаются и нашей отношения к служителям В первую очередь к старшим служителям и вновь избранным служителям В нас есть определенные отношения и как мы себя должны в этом плане вести Я думаю, Церковь, все мы хотим иметь хороших служителей, правда? И я думаю, что в вашей Церкви, как Виктор Семенович говорит, самые лучшие И я тоже хочу иметь в нашей Церкви самых лучших служителей Но, вы знаете, есть такое выражение, что народ достоин такого правительства, как он сам Хотим мы иметь хороших служителей? Что-то мы должны делать для того, чтобы в нас были как раз вот эти хорошие служития, самые лучшие Итак, мы читаем текст из Священного Писания, Матфея, 9 глава, 36-38 стих Написано так Видя толпы народа, он жалится над ними, что они были издурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря Тогда, говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою Итак, молите господина жатвы, чтобы он, господин жатвы, он выслал делателей И если мы хотим, как Церковь, иметь хороших служителей, самых лучших Церковь, она должна совершать свое служение Это пост и молитва Для чего? Для того, чтобы Господь, он именно выслал вот этих служителей Тех самых лучших, для того, чтобы они совершали этот труд Итак, первое, что должна делать Церковь в отношении служителей В отношении самих себя, братья Мы хотим иметь хорошее служение Мы хотим иметь благословенных служителей Мы должны молиться Мы читаем в Священном Писании, в книге Деяния Апостолов, в 13 главе Мы читаем вот такие два стиха Первый, в Антиохии, в томошней церкви были некоторые пророки и учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Лютий Кириньянин, и Манаилс, вот вспитанник, иродочетверовластника, и Савву Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал Отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их Итак, для того, чтобы Господь сделал свое дело в церкви Иисуса Христа Нужно что-то происходить должно в церкви Церковь, она молилась и постилась И вот эти служители, которые уже были служителями Это были пророки и учители В их числе есть Варнава И Господь призывает, призывает вот этих служителей Призывает Савва, то есть Павла, и Варнаву на служение Когда они служили Господу и постились Дух Святой сказал Отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их Какому делу призвал Господь Варнаву и Савва? Он призвал проповедовать Евангелие То есть быть евангелистами И то, что мы сегодня рукополагаем Или рукоположили уже наших братьев на диакцию служения Это не значит, что все Диакон и до смерти Господь может призвать Как Филиппа призвал Кто-то в молитве выразил Вот такую молитву пред Господом Чтобы он был как Филипп И Господь может призвать Но для этого нужно Чтобы церковь совершала свой труд Постилась и молилась Кто-то может сказать Не совсем нас правильно произошло Вы знаете, когда-то я был на одной конференции Избирали братьев, служителей И когда уже почти, почти заканчивалась конференция Поднимается один брат и говорит Братья, мы все делаем неправильно Ну, ведущий конференции говорит Ну, а как правильно? Правильно нужно было Чтобы Господь указал А как Господь должен указать? Ну, чтобы поднялся пророк И с именем Господнем Сказал вот этого, вот этого брата Отделите на служение И вот он ссылается на этот текст Священного Писания Этот мудрый брат, ведущий конференции Он говорит Ты знаешь, брат, я с тобой абсолютно на все 100% согласен Но есть одно но Где нам найти такого пророка? Где нам найти? Да есть у нас Хорошо, если есть А сейчас твоя задача Убедить меня Что через именно этого брата Говорит Господь Это уже очень трудное дело И если ты ссылаешься на то, что было Там, в Деянии Святых Апостолов В Антиокии То тот же Павел Или Савл, которого избрали Он чуть позже напишет Напишет послание И он не скажет, что нужно Вот как в моем опыте было Вот точно так нужно избирать служителей Он что-то скажет иное Каким должен быть эпископ? Каким должен быть пресвитер? И сегодня на становлении брат Виктор дал Для братьев-диаконов Он сказал Каким должен быть диакон? Если бы это было все так просто Значит, не нужно было бы Написать и перечислить все те качества Какими должен обладать служитель Господний Поэтому, братья, не смущайтесь Вас выбрали правильно Церковь эта подтвердилась Была совершена молитва Дерзайте, братья, в служении И пусть вас Господь благословит Что касается церкви Церковь мы должны принять Вот этих братьев, да и всех служителей Как Божий дар Это не наказание для церкви Это есть Божий дар Кто-то согласен со мной или нет? Смотрите, что пишет апостол Павел 1 Коринфянам 4 глава 1-2 стих Итак, каждый должен разуметь нас Как служителей Христовых И домостроителей тайн Божий От домостроителей же требуется Чтобы каждый оказался верным Каждый должен разуметь нас Церковь Мы должны понимать Что служители, которые есть в церкви Это Божий дар для церкви Это благословение Это устройство церкви И устройство народа Божия Поэтому мы должны принимать их Как Божий дар Следующее Церковь должна повиноваться своим служителям Церковь должна Сегодня брат четко подчеркнул Ну а для чего ее избрали? Если они сами по себе Церковь сама по себе Это не устройство Церковь должна повиноваться Господь поставил Одних апостолами Иных пророками Евангелистами Пастыри, учители Для чего? Для того, чтобы создать церковь Не для того, чтобы разрушать Не для того, чтобы делить церковь Братья, служители Сегодня очень важно нам понимать Наши призвания Чтобы мы в точности Исполнили то К чему нас призвал Господь Церковь должна понимать Что Господь их призывает Господь дает им определенные задачи Определенные цели Ставит Господь Для того, чтобы они их исполнили Следующий Апостол Павел Посланник евреям Говорит такие слова 13-17 Сегодня уже звучал этот стих Повинуйтесь наставникам вашим И будьте покорны Ибо они не усыпно пекутся О душах ваших Как обязаны и дать отчет Внимательно Чтобы они делали это с радостью А не воздыхая Ибо это для них не полезно Для вас церковь Для нас, братья и сестры Это не полезно Это принесет урон церкви Если мы создадим такие условия Для наших служителей Что они будут делать это Как какую-то повинность непосильную Служение Пред Господом Это радость Оно должно приносить радость Оно должно приносить благословение Поэтому мы, как церковь Должны создавать все условия Для того, чтобы наши служители Они, совершая вот этот труд Совершали с радостью И чтобы это служение Приносило обоюдное благословение Следующее Церковь должна Материально поддерживать служителей Вы знаете, как мне приятно было узнать Что в вашей церкви Вы это уже сделали И я просто хвалю вас, братья Как апостол Павел говорил За то, что вы сделали И вашего старшего пастыря И второго пастыря Вы как бы поддерживаете Это правильно Почему это? Апостол Павел говорит Какой воин служит Когда-либо на своем содержании 1 Коринфянам 9 глава 7, 13, 14 стих Кто насадил виноградник Не ест плодов его Кто пасет стадо Не ест от молока от стада Разве не знаете Что священнослужащие Пытаются от святилища Что служащие жертвеннику Берут долю от жертвенника Это не Ветхий Завет Это уже Новый Завет Это апостол Павел Так и Господь повелел Проповедующим Евангелие Жить от благовествования Я знаю, ваша церковь Это миссионерская церковь И столько труда совершается Во имя Господне Если вы поддерживаете миссионеров Да благословит вас Господь, друзья Если наши братья Они уедут на миссию Неделю, вторую, третью Они поддержат У них есть семьи У них есть дети Поддержите их служение Вашего старшего пастыря Ваших служителей И даже материально Поддержите Особенно миссионеров Поддерживайте их служение Библия говорит нам о том Кто принимает пророка Какую награду получит А как вы думаете Друзья, церковь А служителя наши Особенно пастыри Евангелисты Проповедующие слово Они получат особенную награду От Господа Или нет Если Господь говорит Что проповедующие Слово Господне Пастыри Они должны получить Сугубую Вы знаете, что это означает? Сугубую Это двойная Это двойная часть И двойная награда Будет У служителей Я это верю Не потому, что я служитель Потому, что так пишет Священное Писание У них будет двойная награда Но если вы принимаете Пророка Вы получаете тоже Часть награды Пророка Вы получаете Если вы поддерживаете Служение Ваших служителей Пастырей ваших Евангелистов ваших Вы получаете Награду Пред Господу Поймите, друзья Это не выдумки Это не новое Какое-то учение Это Евангелие Господь повелел Проповедующим Евангелие Жить От Благовествования Я думаю, что понятно И поэтому Да, благословит Господь И если вы Когда-нибудь Пригласите Ваших служителей Где-то После собрания На обед Правильно сделайте Вместе с супругой С семьей Пригласите Покормите Там побеседуйте С вашим пастырем С вашими служителями Вы сделайте Хорошее дело Вот сегодня Мы ехали С Виктором Семеновым Сюда в служение Как-то стали Рассуждать Что сегодня Творится в Доме Божьем Я не говорю Вашей церкви Я говорю То, что творится Вот как проходят Наши свадьбы Все И цены Вы прекрасно знаете И лимузин И камера И сервис И музыка И все А сколько мы Нашим служителям Жертвуем Поддержим За то, что они служат Я думаю Братья Опускают голову Ну я Дерзну Обратиться сегодня А что мы делаем Недавно я был В одном из Соседних штатов Был на Свадьбе Я там служил Как пастырь Сочитывал Молодую пару И мне сказали Что пригласили Какого-то Очень Популярного Ведущего И когда Назвали сумму Сколько он взял За свое служение Четыре тысячи долларов Я сказал Вау А вот Как мы Наших служителей Вот они Тоже служат В этом году В нашей церкви Уже семь свадь Пять из них Я буду Сочитывать Вот этих Молодых людей Я не жалуюсь Друзья Я просто говорю То, что есть Сегодня В церкви И каждая пара Хочет особенное Они особенные И готов Специальное Слово для них Только для них Специально Да И на следующий раз Чтобы я не повторялся Понимаете Тоже Нужно что-то сказать Чтобы особенное было Друзья Церковь Думайте об этом Для того Чтобы наши Служители Наши проповедники Наши евангелисты Особенно пастыри Чтобы они Могли служить Дайте им Эту возможность Поддержите их Где-то материально Поддержите А чтобы они были Помните Как апостолы Когда возникла Проблема В церкви В первоапостольской церкви Что нужно Там Где-то Обратить внимание Ихние вдовы Как-то Обошли их стороной Что сказали апостолы Давайте мы Будем вникать В те абсолютно Ситуации Нет Выбрали Диаконов Исполненных Духа Святого А мы будем Пребывать В чем? В слове В молитве Они Это их Служения Поэтому Каждый из нас Должен понимать Понимать Как Слух Христовых Понимать Наши служения Наши призвания И мы Как церковь Должна быть Полная гармония И тогда Это принесет Благословение Я вижу Час наш убегает Ну еще Несколько слов То что мы должны Делать В отношении Служителей Мы должны Ободрять их Вы знаете Что это делать Как мы можем Ободрять Наших служителей Я уже говорил Об этом И наверное Повторяюсь Понимаю Понимаю Что мы живем В очень В очень Такое Тяжелое Время Библия Говорит Об этом Время Лукавое Время И вот Мы как Служителя Когда мы Сочетаем Пары Молодых Людей И вот Проходит Проходит Какое-то Время Мы Встречаем Спрашиваем Ну как Вас Все нормально Пастырь Все нормально Хорошо У нас Детки Появились В мире В согласии Но вот Когда Разрушаются Вот эти Семейные Усы Когда Распадаются Вот эти Браки Братья Как мы Себя Чувствуют Очень Плохо Я лично Очень Плохо И вы Знаете Как Боль Как Какое-то Поражение Ты Это Воспринимаешь Для того Чтобы Они Делали Своё Служение С радостью Многие Служители Я даже Знаю Таких Служителей Которые Вот Случилось Так Они Сочетали Пару Пара Распалась И они Больше У них Нет Дерзновения Совершать Вот этот Трудь Братья Сестры Церковь Ободряйте Вашим Хождением Пред Господом Я весьма Обрадовался Говорит Апостол Иоанн Что Нашел Из детей Твоих Ходящих В истине Как мы Получили Заповедь От Отца Церковь Давайте будем Ходить В истине Предлицем Господнем Те Слово Те Наставления Которые Дают нам Верой Труд Любви Я верю Через церковь Это служение Столько Звонков И вы знаете От кого От служителей Им нужен совет Им нужна Поддержка Они все Отдают Отдают Церквях А вот Кто их Поддержит Я Когда-то Еще в Украине Когда служил И помню Одна сестричка Я посетил Ее Это Обед Я посетил Я посетил Ее И Так получилось Что она Молилась Я не хотел Как бы Наручать Ее молитву Я Тихонько Стоял Там В коридоре И слушал Эту молитву И как Мне было Приятно Наверное Минут пять Она молилась Обо мне Господи Благослови Брата Васю Его труд Его служение И так Вижу Никого нет Она не работала На публику Вы знаете Она просто молилась В своей тайной комнате Церковь Молитесь За ваших служителей За тех Которые служат За тех Кого избрали Молитесь О семьях И Вы знаете Атаки Дьявола Будут Особенно Особенно На их детей Брат Виктор Специально Поднял Детей Атаки На этих детей Будут Если Двойная честь Двойное уважение Будет Служителям Должно По крайней мере Быть То поверьте И атаки На эту семью Будут Двойные атаки Особенно На детей Другим Все можно Я вырос В этой семье Мне когда-то Мама говорила Вася Тоби не можно Мама Чому не можно И я Называл Имена Других Моих Сверстников Тоби не можно А чому Бо ты Проповедуешь Им Можно Да Им тоже Не можно Но ты Проповедуешь Тебе Нельзя Я думаю Что наши Дети Точно Такие же Дети Но Им почему-то Нельзя Потому что В них Папа Служитель В них Папа Презвитер В них Папа Диакон Поэтому Церковь Я вас Во имя Господа Прошу Молитесь О ваших Служителях Усиленные Молитвы Попробуйте Хотя бы Раз в году Специально Возьмите Пост И молитву За Конкретного Служителя Молитесь Это принесет Огромные Благословения Вас 450 членов Церкви Распределитесь И молитесь Специально За служителей Вот эти Молитвенные Вахты Оно принесет Благословение Вам же Церкви принесем И пусть Господь Вас обильно Благословит Аминь